За последние полтора года служба санитарной авиации при Аралии претерпела значительные изменения. Переход на новый формат работы позволил улучшить техническое оснащение и повысить качество оказываемых медицинских услуг. На прямой связи со студией моей коллегой Райхан Тажибаева она расскажет о самых важных изменениях в данной сфере. Райхан, вам слово. Здравствуйте, Алмаз. На сегодняшний день в регионе работает единый кулцентр. Каждый звонок по 103 от Аральска до Жанакургана принимают диспетчеры центра. А весь наземный транспорт, находящийся в активе службы санитарной авиации, полностью оснащен GPS-устройствами. Данное новшество внедрено в рамках пилотного проекта по объединению служб санитарной авиации и станции скорой помощи с районными отделениями. Оно позволило отслеживать движение реанимобилей, сократить время пребывания в пути и снизить смертность при несчастных случаях и ДТП на 38%. Кроме того, в рамках данного проекта с начала года в регионе создано 13 опорных медицинских пунктов. Рассказать об их работе мы попросили заместителя главного врача областной станции скорой медицинской помощи, Нурсиитову Галию Талгатовну. Скажите, пожалуйста, с какой целью созданы данные пункты и что изменилось в регионе с их созданием? 13 медицинских опорных пунктов были открыты при медицинских организациях, расположенных вдоль трассы республиканского значения. Целью открытия этих медицинских опорных пунктов было своевременное и качественное оказание скорой медицинской помощи при ДТП и несчастных случаях. Это позволило сократить время доезда в два раза и позволило снизить показатель смертности. К примеру, бригада опорных пунктов выезжает на место ДТП, оказывает там помощь. В свою очередь наша бригада уже выезжает на встречу с необходимыми специалистами. Кроме того, улучшилось материально-техническое оснащение службы санитарной авиации, что позволило финансирование службы санитарной авиации, что позволило повысить заработную плату сотрудникам санитарной авиации и, самое главное, оказывать экстренную, качественную медицинскую и своевременную помощь. Спасибо большое. Добавлю, что помимо наземного транспорта в активе службы санитарной авиации, сегодня есть два самолета и один вертолет. Воздушный транспорт предназначен для вылетов в отдаленные населенные пункты, а на ближайшие расстояния бригады врачей доставляют при помощи современных реанимобилей. Алмаз. Райхан, скажите, а сколько вылетов совершено с начала года? Ну, в целом, с начала года служба приняла свыше тысячи вызовов. Совершено около 80 вылетов и больше 800 выездов на место происшествия. Алмаз. Спасибо большое. На прямой связи с Казародинской области с нами выходила наш корреспондент Райхан Тажибаева. Продолжение следует.